По просторам интернета и социальным сетям в частности, давно уже гуляет и имеет завидную популярность необычайно выразительный и даже несколько загадочный образ Христа, подпирающий руку и голову и сверлящий глазами зрителя. Чаще всего под изображением можно встретить надпись «Христос Эль Грек». Эта версия авторства получила настолько широкое распространение, так что если соответствующее изображение загрузить в Google картинки, то популярнейшая поисковая система однозначно свяжет ее с именем испанского художника позднего возрождения. Собственно, это обстоятельство и побудило меня повнимательнее присмотреться к образу и разобраться с авторством, ведь даже самое поверхностное знакомство с творчеством великого испанца не позволит отнести данные произведения и его кисти. По еще одной версии картина написана русским художником Александром Ивановым, что уже не вызывает столь категоричного отрицания, кто-то предполагает Крамского и пошло-поехало. Во-первых, чаще всего встречаемая интернет-версия картины сильно отличается от оригинала, значительно обрезана и отретуширована. В оригинале за фигурой Христа имеется еще одна крылатая. Собственно, название картины «Иисус, искушаемый сатаной». Очевидно, что эта символическая композиция иллюстрирует слова Писания. «И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царство вселенной во мгновение времени и сказал ему, дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана». Написано, «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Евангелие от Луки, глава 4, стих 5 по 8. Возвращаясь к авторству, отметим, что некоторые указывают еще одно имя. Картина якобы принадлежит кисти немецкого художника Георга Корницелиуса. Проверим эту версию. «Годы жизни 1825-1898». Почетный член, в дальнейшем профессор Ханаусской академии рисунка. Вообще у меня сложилось впечатление, что мы имеем дело не с живописной картиной, а рисунком. Живопись, насколько можно судить по ее интернет-версиям, не произвела на меня лично особого впечатления. Тогда как исследуемое произведение удивляет мастерством, а условно говоря, мазки больше напоминают штрихи – угля, карандаша, сангины или постели. Как бы то ни было, согласно информации, размещенной в немецкой векитеке, в 1889 году Христос, искушаемый сатаной Георга Корницелиуса, написанное маслом, все-таки маслом, и которым восхищались продолжение цитаты «в начале лета в Мюнхенском стеклянном дворце», был перенесен в Королевскую национальную галерею в Берлине. В наши дни о картине мы судим по фотографии, сделанной мюнхенским фотографом Францем Ханфштенглем и вошедшей в одну из книг Карла Зиберта, посвященную творчеству художника. Слева от картины, вероятно, указан год ее создания – 1888, ниже «Иисус искушается сатаной» – Королевская национальная галерея в Берлине, с оригинальной фотографией Франца Ханфштенгла. И, что особенно важно, просматривается подпись «Г. Корницелиус», такая же, как на еще одной работе мастера – Вера. Дальнейшая история картины печальна. Считает, что она погибла или была похищена во Вторую мировую войну. Местонахождение ее неизвестно. Продолжение следует...